Здравствуйте, меня зовут Александр Ануфриев, я режиссер фильма «Странное чувство». «Странное чувство» — это краткометражное кино в жанре мелодраматического триллера. Его пока еще нет и, может быть, не будет совсем. Если вы нам не поможете. Если взрослый человек, режиссер, ищет денег на свой проект, он первым делом идет к тем людям, у которого деньги есть. А ты пытаешься достучаться до украинцев, которые, в общем, себя в большинстве не показывают, как люди, у которых есть деньги на кино. Обращался ли ты к компаниям, которые занимаются производством телесериалов, фильмов? Мне, как режиссер, мне этот проект нужен для того, чтобы получить портфолио, сделать классное кино с бюджетом, потому что это очень важно. Без бюджета снимать — это очень другое. У меня был такой опыт. Сделать себе заявку хорошую, что я действительно могу, умею поучаствовать в фестивалях каких-то, получить признание критиков, зрителей. И тогда уже идти на эти кинокомпании, уже имея какой-то имя. Мы набираем просмотры, лайки, перепосты. То, что в дальнейшем, когда мы пойдем общаться с людьми, с меценатами, с инвесторами, может помочь продвинуть наш проект. Потому что, придя просто с проектом и сказать, вот у нас такая классная идея, это ни о чем. Придя с проектом и сказать, посмотрите, у нас посмотрело 5 тысяч человек, 10 тысяч поставили лайк, 20 тысяч сделали перепост. Это уже о чем-то говорит. Существуют питчинги. Я знаю, что ты трижды пытался принимать участие в питчингах, и трижды это у тебя ничем не закончилось. Ты можешь поделиться своим собственным опытом этого участия, и, может быть, порассуждать о том, насколько питчинг сегодня вообще эффективная модель для определения достойных, которые получил госфинансирование на производство своих фильмов. Сама идея, в принципе, питчингов, она абсолютно гениальна. Единственный нюанс, идеально, когда это действуется, ну, не только с государством связано, да, а вот, допустим, питчинги, которые могут проводиться на фестивалях, и при этом присутствуют инвесторы, те, кто заинтересован вложить в это средство. На Отецком фестивале проводятся питчинги. В прошлом году я участвовал с полнометражным проектом «Игра», но, к сожалению, там в зале не было инвесторов. Те, кто должен был бы посмотреть и сказать, о, в это стоит вложить, оно принесет денег. Что касается государственных питчингов, ну, там все очень сложно, потому что, в принципе, нужно постараться всем угодить, а мнения у людей, в жюри люди абсолютно разные. Сейчас Александр Мендадзе, известный драматург и режиссер, не получил финансирование на свой очередной фильм. И разгорелись дискуссии. Насколько вообще вменяемо, что какие-то маститые режиссеры принимают участие в конкурсе, в соревновании с режиссерами малоизвестными, менее опытными, не представляющими, скажем, вот, как в случае с российской культурой, да, не представляющими для России какой-то вот такой вот очень важной, вообще, не играющей важную роль в российском кинематографе, так? То есть, грубо говоря, вопрос мой звучит следующим образом. Вменяемо ли, чтобы в одном и том же питчинге принимал участие, скажем, Феллини и Александр Анухриев? Начнем с того, что у украинского Феллини в любом случае больше шансов получить признание на этом питчинге, потому что те, кто сидит в жюри, они уже с ним знакомы, они знают его творчество, и ему легче их убедить в том, что именно ему нужно выдать деньги на следующий фильм. В принципе, я считаю, что питчинг это очень хорошая вещь, их нужно проводить, и даже участвовать маститым известным режиссерам, потому что очень часто бывало, когда известные, очень талантливые, гениальные даже режиссеры, получая средства от государства, снимали фильмы, мягко говоря, провальные. Почему так происходит? Ну, не каждый фильм будет гениальный. Тут по определению очень сложно делать каждый фильм на высоком культурном и художественном уровне. А тебе не кажется, что само происхождение денег, а именно их происхождение из госбюджета, тоже играет немаловажную роль, помимо вопроса таланта? Это нормально, потому что, ну не забывайте, что кинематограф, помимо того, что это вид искусства, это еще и средство пропаганды. В той же России, о которой ты спросила, это средство пропаганды, которое очень хорошо используется. И я ничего плохого в этом не вижу, это правильно. Ты в этом ничего плохого не видишь, и декой, пока это не придет непосредственно на твою съемочную площадку. Дело в том, что я не снимаю политических фильмов, мне в принципе политика в кино неинтересна. И делать какие-то там заявления с попытками свергнуть правительство и власть, мне в принципе неинтересно. Мне интересно снимать о людях, о том, что нас с вами волнует. Нас с вами больше волнует взаимоотношение между мужчиной и женщиной, чем взаимоотношение между премьером и президентом. Окей, но ты понимаешь, что государство Украина не заинтересовано, насколько я понимаю, судя по тому, какие фильмы получили финансирование от государства и были выпущены, не заинтересовано в том, чтобы актеры в этих фильмах говорили на том языке, на котором сегодня говорит украинский народ. В итоге мы получаем кино, где в принципе неплохая картинка, где хорошая операторская работа, где может быть неплохой сценарий, но где совершенно синтетический язык и все распадается на атомы. Безусловно, тут будут нюансы, которые приходится преодолевать или с ними соглашаться. Именно поэтому я сейчас не подаюсь на госфинансирование, а пытаюсь найти деньги в другом месте, чтобы снимать так, как мне нужно. Всегда есть альтернативный вариант, просто его нужно не побояться использовать. Если у человека есть имя, если у него есть призы на фестивалях, и он украинский филий, значит его знают не только в узком кругу украинских кинематографистов. И он может пойти, хорошо подготовив свой проект, для того, чтобы попросить деньги в каком-то там компании, фонде, которые не связаны с государством. Есть у нас возможности украинскому кино зарабатывать, есть финансовые возможности, есть прокат, есть продажа прав на телевидение, есть скрытая реклама, это нормально. Есть новые формы проката, о которых может быть сейчас рано еще говорить, но они вот с сентября месяца должны запуститься. Это то, что может принести прибыль тому человеку, который вкладывает деньги в кино. При этом это может быть не государство, это может быть частный инвестор, меценат, кто угодно. Но нужно просто идти. Что мне больше всего не нравится в наших творцах, они не хотят ничего делать. Они думают, вот я сделал проект, придумал, все, само должно устроиться, ничего само не устроится. Если вы не будете на этот проект работать, если вы не будете продвигать его, если вы не будете выступать на тех же питчингах, пускай они вам ничего не дадут. Если вы не будете кричать об этом везде, ходить, проситься, стучать, ничего у вас не будет. Вот ты тот редкий пример режиссера, который может собраться, как ты говоришь, может поразить всех своим красноречием, у которого фонтанируют энергии и так далее. И тем не менее, раз за разом ты именно на питчингах, на фоне вот этих всех блеющих режиссеров, коллег, ты в общем-то раз за разом получаешь отказ. Как ты это объясняешь сам себе? Как я сам себе это объясняю, я сейчас говорить не буду. Есть у меня два варианта, о которых я, к сожалению, говорить не буду, чтобы не портить отношения ни с кем, потому что для меня это тоже важно. Но самое главное, что у меня энергия-то не истощается, и желание не пропадает, и может быть оно к лучшему. Потому что, как ты сама говорила, если я получаю деньги от государства, соответственно я должен играть по его правилам. А возможность найти их где-то в другом месте позволяет мне правило исправлять от себя, а не под того, кто мне выделяет деньги от госструктур. Поэтому, может быть и к счастью, может быть и к лучшему. Тем более, что те проекты, во всяком случае, из трех, два проекта, которые я подавал, они были не такие интересные, скажем так, как вот этот проект, который я сейчас продвигаю, странное чувство. А третий проект, который я подавал, он уже был как бы попытка переделать и доделать, улучшить тот проект, который я уже снимал безбюджетно. Ну, кстати, вот насчет безбюджетности и попыток самому сделать все от и до. Может быть ты знаешь такой российский документалист Андрей Грязев, который в свое время просто задался вопросом, а может ли он сам создать фильм, который будет достоин показа на фестивале класса А. И на Берлинском кинофестивале в прошлом, кажется, году, если не ошибаюсь, его фильм «Завтра» про арт-группу «Война» был показан на Берлинском кинофестивале. У этого фильма сейчас очень серьезная фестивальная история. И, конечно же, его имя известно, и я думаю, у него не будет проблем, если он захочет удостоить какого-то продюсера счастьем, работать вместе с ним дальше. У меня есть два коротких метра, которые я снимал безбюджетно. Первая – это была совершенно учебная работа, которую сейчас даже, может быть, и не стоит вспоминать, потому что это был действительно учебный фильм после 13 лет работы на телевидении, попытка вернуться в игровое кино. Второй фильм – реалити, сатирическая драма, которая успешно была представлена, премьера прошла в кинотеатре «Кинопанорама» нашем киевском. И фильм очень достойный, я считаю, с учетом, что он стоил 300 долларов, так вообще отличный. Поэтому я это не откидываю. Понимаете, понимаешь, Марина, сейчас в современном мире техническом очень просто снимать кино, ничего сложного нет. Есть много нюансов, с которыми ты сталкиваешься, когда ты делаешь безбюджетное кино. Во-первых, ты берешь тех людей, которые могут, а не тех, кто тебе нужен реально, возможно. Потому что ты людей отрываешь, ты им не платишь, ты должен под них подстраиваться. Не всегда это получается делать, и приходится либо менять людей, либо менять обстоятельства, что не в плюс. Во-вторых, ты не можешь брать технику, которая нужна тебе, а только ту, которую тебе могут дать. Это тоже минус. В-третьих, ты не можешь снимать столько, сколько тебе нужно. Тебе нужно все вот так вот утрамбовать и снять это в рекордно короткие сроки. Потому что растягивать это очень сложно, тем более, если много актеров, как у меня было на реалити. Одновременно на площадке 10-12 актеров, и попробуй их собрать. Они все работают в театрах, снимаются, они этим зарабатывают. Тут они помогают мне, я должен входить в их положение. И самое главное, ты в безбюджетном кино, как режиссер, выполняешь до хрена функции. Ты продюсер, сопродюсер, исполнительный продюсер, водитель, охранник, кормишь. Ты в любом случае, хочешь ты того или нет, ты экономишь на своей основной работе, режиссуре. Поэтому безбюджетно, странное чувство, я не хочу снимать. Я не сниму его таким, как оно должно быть, а взять классную идею, сделать его хоть какой-то. А потом говорить, знаете, ну вот вы смотрите, да, мы бы сделали лучше, но если бы у нас была возможность взять ту технику, которая нам нужна, или тех актеров, которые нам нужны были. Вот мы бы сделали бы это хорошо, но тут, понимаете, у нас не удалось договориться, а тут не согласились, а тут тут то сё, а тут я одновременно бегал и готовил обед для группы, поэтому не мог следить за тем, что на площадке происходит. Не нужны такие отговорки. Есть ряд богатых людей, а у них есть скучающие жены. С удовольствием. Как насчет того, чтобы пригласить свой фильм к Амалью и получить от её мужа Захура бюджет, в принципе, безразмерный? Марин, я записываю номер телефона Камали и её мужа Захура, пожалуйста. Нет? Я не имею ничего против. Единственное, что я сильно буду против, если человек, вот если брать просто человека, и мне скажут, сними в главной роли, это моя, там, не о Камале сейчас речь, да, о каком-то другом. Вот моя любовница, сними её, в главной роли я тебе дам бабло. Я её попробую, в мою главную роль, и она её не вытянет, я не буду этого делать, в любом случае. Потому что я просто себе испорчу кино, я никому ничего не докажу, что, ну, вы понимаете, это была возможность, единственное, получить деньги. Поэтому, в принципе, если эта девушка неплохая актриса, я такой вариант не сбрасываю, я ничего в нём плохого не вижу. Я хочу также поговорить о твоём телевизионном опыте. Что он тебе вообще дал в жизни, дал как режиссёру, дал как актёру, и почему ты, в общем, отошёл, я так понимаю, от телевидения, и не испытываешь особого желания как-то снова туда вбиться? Ну, как режиссёр скажу, как телевизионный режиссёр, профессиональный телевизионный режиссёр, потому что первое образование режиссёр – телевидение, кино, да, телевидение и кино. Телевидение – это основное всё-таки. Мне неинтересна штамп, штамповка. Телевидение – это всё-таки не искусство, это средство массовой информации. И как бы мы ни пытались что-то из этого вырвать, оно всё равно средством массовой информации и останется. Да, когда ты создаёшь первый какой-то проект, пилотный, это интересно, ты что-то придумываешь, делаешь. Когда ты создаёшь второй, третий, и пошла серия, а обычно, ты же знаешь, на телевидении минимум 12 выпусков должно быть, это уже идёт штамповка, как на заводе. Одно и то же. Меняются, может быть, декорации, может быть, тексты, может быть, там, актёры или персонажи какие-то в кадре, гости в студии. Но, по сути, это всё одно и то же. Это неинтересно. Телевидение я прошёл от и до. Я был ассистентом режиссёра, я был режиссёром записи, режиссёром прямых эфиров. Я работал на шоу-программах, на новостных программах, в прямых эфирах работал. Я это всё прошёл, мне это неинтересно. У нас сейчас проблема заключается в том, что многие телеканалы, не пытаясь придумывать что-то своё, закупают продукты за рубежом. Они считают, что так удачнее и успешнее будет. Что если там проект в каком-нибудь Румынии, предположим, собрал потрясающее количество просмотров и был очень популярным, то у нас в Украине по-любому будет то же самое. Не будет. Естественно, не будет. Они почему-то этого не понимают. Но есть абсолютно идеальный и гениальный вариант, как эту проблему решить. Называется он фокус группы. Допустим, я директор какого-то телеканала. И у меня у телеканала аудитория, предположим, женщины от 25 до 40 лет. Что я делаю? Я говорю всем продакшн-студиям, которые на мой телеканал работают, присылайте мне пилотные выпуски телепрограмм, пилотные серии сериалов и фильмов, которые вы хотите, чтобы мы у вас купили. Они это делают. Дальше я арендую кинотеатр, предположим, вот этот вот, кинопанораму. И беру людей, которые попадают в эту возрастную категорию моих зрителей. То есть набираю 100 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, разных абсолютно. И плюс еще 100 человек, которые должны олицетворять остальных, которые тоже смотрят мой телеканал. Я их усаживаю, я им даю по 100 гривен, кормлю их бутербродами и чаем. И они на протяжении дня смотрят вот эти пилотные выпуски телепрограмм и пилотные серии фильмов. А дальше ставят свои оценочки. Пятерочки, троечки, двоечки. Хочу я это посмотреть или не хочу? Интересно, неинтересно? И вот это, вот это будет показать. Ты очень много делегируешь прав в своей творческой жизни аудитории. Ты веришь в то, что она разберется, она выберет искусство, она выберет культуру. Но тем не менее, мы живем в стране третьего мира. Мы живем в стране, где зрительская культура находится на очень низком уровне развития. К сожалению, это так. И ты не боишься, что ты вот так вот наивно, романтично и всей душой доверяя зрителю, в общем, окажешься заложником своей вот этой вот наивной веры. Понимаешь, ты окажешься перед аудиторией, и ты поймешь, что ты должен обслуживать те интересы, те запросы, которые тебе совершенно не по душе. Телевидение, оно по определению должно быть зрительским. И у каждого телеканала есть свой определенный зритель. Он рассчитывает на определенный круг довольно интеллигентных людей, которые, скорее всего, имеют высшее образование или учатся. Во всяком случае, сейчас то, что происходит, ну, извините, это как бы тоже никуда не годится. Когда один человек решает, а я общался с телепродюсерами, со многими, они многие не в курсе, они, ну, не рубят они фишку. Наш современник Дмитрий Корчинский как-то заметил, что человечество, как ребенок, находится по-прежнему на вот таком вот детском уровне развития, потому что тратит значительно больше денег на кино, на кинематограф, чем на, скажем, борьбу с раком. То есть вопрос для тебя звучит следующим образом. Действительно ли человечеству очень нужно увидеть твой фильм «Странное чувство» или, в общем, ничего страшного не произойдет, если те деньги, которые люди, которых ты призываешь потратить деньги на «Странное чувство», потратят их на что-то другое, в общем, может быть, будет лучше. Мне не интересен кинематограф, который не показывает путей выхода, который не дает света в конце туннеля, который направлен на депрессию, на деградацию. Мне хочется, чтобы человек, который посмотрел мое кино, и в данном случае «Странное чувство», вышел с положительным ощущением того, что любовь – это самое главное в жизни, что ради нее нужно развиваться, стремиться к ней, что это прекрасно и великолепно. Я думаю, что это даст не намного меньше, это чувство, чем помощь в каком-то больнице или еще чему-то. Необходимо воспитывать зрителя.